На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Выездная диспансеризация заработала в парке Опаренки. Так как здесь парк, многие люди просто гуляют, могут по пути прийти и сдать все сразу. Видновские метаболисты приняли участие в социальном раунде «Трезвый водитель», который проводится в Подмосковье. Не пить здоровьем! Сообщество любителей настольных игр появилось в Видном. Есть игры, где надо подумать, стратегию разработать на нескольких шагов вперед. Есть ролевые игры. Теперь проверить свое здоровье видновчане могут по выходным в парке Опаренки. С 10 до 15 часов там работает выездная диспансеризация. Иван Никандорович, пенсионер, в парке оказался в субботнее утро не случайно. Знал, что можно будет пройти диспансеризацию. Приехал вместе с супругой. Говорит, возможность хорошая, чего же упускать? Все время надо следить, не только в каком-то возрасте. Если молодой, все равно надо следить за своей здоровьей. Каждый желающий может проверить свое здоровье, сделать электрокардиограмму, измерить рост, вес, артериальное и внутриглазное давление. Сдать кровь на общий анализ, узнать уровень сахара и холестерина. После проведения исследования врачи определяют группу здоровья и при необходимости пригласят пациентов на более углубленную диагностику. Все результаты обследования придут в личный кабинет пациента на госуслугах. Ожидаем разное население. Те, кто работают в будние дни, в принципе, могут прийти также в субботу и воскресенье сдать. Так как здесь парк, многие люди просто гуляют, могут по пути прийти и сдать все сразу. Предварительная запись не требуется с собой. Необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Здесь же можно пройти вакцинацию от COVID-19 или сделать повторную прививку. В Подмосковье в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проходит социальный раунд «Трезвый водитель». Сотрудники ГИБДД Ленинского городского округа организуют профилактические рейды и просветительские мероприятия. Приняли в них участие и видновские мотоболисты. Несмотря на большие штрафы и угрозу лишиться не только водительских прав, но и собственной жизни, автолюбителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах, увы, меньше не становится. Так, в прошлом году в Подмосковье было зарегистрировано более 500 аварий с участием таких горе-водителей. В них погибли 182 человека и еще 595 пострадали. По статистике, каждое девятое ДТП совершается по причине управления транспортом в нетрезвом виде. С 11 по 31 июля у нас в Московской области проводится социальный раунд «Трезвый водитель». В рамках этого социального раунда различные мероприятия проводятся с различными категориями участников дорожного движения. Ну и, естественно, в первую очередь это обращено на внимание наших водителей, управляющих автотранспортом, в том числе и мотоциклами. Среди прочего, стражи порядка встретились с мотобольной командой «Металлург». Наша команда, она достаточно известная, достаточно яркая. И лишний раз услышать от таких легендарных личностей слова, ну как бы направление, да, к образу жизни хорошему. Рёв моторов, драйв и мастерство – за это видновчане любят мотоболистов «Металлурга». Как настоящие профессионалы, они прекрасно знают, что риск – дело, конечно, благородное, но только лишь когда он оправдан и действительно необходим. Даже трезвая голова не всегда оценивает объективно ситуацию. А уж не говоря, если принят алкоголь, это наверняка, как говорят правильно, он искажает действительность на дороге. Поэтому ни в коем случае желательно, чтобы все за руль садишься, забудь про алкоголь. Ни один спортсмен, садясь в спортивную машину на соревнованиях, не едет без ремней безопасности, потому что он дорожит своим здоровьем. Всякое бывает, поверьте мне, на дорогах тоже может случиться. Тем более, скажем, про алкоголь. Алкоголь – это вообще выпил, и мир становится другим. Мое пожелание – не пейте за рулем, пристегивайтесь, соблюдайте правила дорожного движения. Обращаюсь к байкерам. Соблюдайте правила, соблюдайте скорость. Первое правило, чтобы вы были одеты, одевали шлем. Ну и самое главное – не превышайте скорость на дороге. Социальный раунд «Трезвый водитель» проходит при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кстати, принять участие в нем может любой желающий. Достаточно пройти социологический опрос на официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Подмосковья. Это поможет дальнейшим ведомствам сделать профилактические мероприятия еще более эффективными. Спортсмены команды «Металлург» обращаются к водителям. Не пить за рем! Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видно этого. Весной этого года в «Видном» образовалось сообщество любителей настольных игр. Клуб разросся и превратился в центр притяжения единомышленников, которые не только играют, но и общаются, делясь секретами мастерства. На одной из встреч побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлия Погосян. Сейчас в клубе «Миппл» около 250 человек. Постоянного расписания игр нет. Единомышленники собираются стихийно. Связь держат в одном из популярных мессенджеров. Базируется сообщество в кинотеатре «Искра». Мы вдохнули жизнь в кинотеатр. С учетом того, что мы сами знаем, что у нас происходит с кинематографом на сегодняшний день, особенно с зарубежным. После ковида люди устали от одиночества и от закрытия дома. Они хотят собираться, они хотят общаться, и мы им даем возможность. Столы в холле кинотеатра доступны с 9 утра до 9 вечера. В эти часы члены клуба могут прийти и поиграть. Игры обычно приносят свои. В коллекциях некоторых геймеров десятки разнообразных настолок. В это прекрасное мирное хобби, которое развивает интеллект и эмоциональный интеллект, и эмпатию, и многое-многое другое. Среди людей, которые занимаются настольными играми и погружены в эту тему какое-то время, я не встречал каких-то неприятных. В общем, это всегда были положительные, приятные, классные люди. Даже люди, у которых есть игры, сталкиваются с такой проблемой, что нету людей, с кем играть. И здесь они получают возможность в разные игры поиграть с большим количеством народа. Я люблю играть в игры настольные, потому что они очень развлекают, у них интересно, есть чем бы заниматься. И это меня очень впечатляет. Помимо этого, у сообщества есть спонсор, который периодически предоставляет новые интересные игрушки. Мы оказываем спонсорскую поддержку, помогаем организовывать подобного рода встречи, организовываем турниры, являемся спонсорами игр и так далее. Навык уметь играть в настолки не обязателен. Представители сообщества всегда рады новым участникам и без труда обучают желающих. И здесь главное – интерес. Мипл – это центр притяжения единомышленников, для которых настольные игры – философия. Настольные игры – это уже давно не пресловутая монополия или какая-нибудь мафия, их огромное количество. А жанры тоже очень разные. Есть игры, где надо подумать, стратегию разработать на несколько шагов вперед. Есть ролевые, где артистические какие-то данные очень важны. Есть сценарные, где команды, люди проходят, ну, грубо говоря, сценарий книги. Только в книге «Финал один», а в игре они могут от своих действий прийти к разной концовке. За недолгое время своего существования клуб успел провести несколько любительских турниров. В планах продолжать эту работу. Участником сообщества может стать любой желающий. Возраст не имеет значения. Вся актуальная информация размещена на стендах в кинотеатре «Искра». Юлия Погасян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно это. Волонтеры общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» организовали в поселке совхоза имени Ленина фестиваль рисунков на асфальте. Благодаря Большому детскому парку в летнее время поселок является местом притяжения детворы и взрослых не только Ленинского округа, но и Москвы, и всего Подмосковья. Поэтому фестиваль рисования мелом на асфальте решили провести недалеко от входа в парк. Спонсором выступил основной акционер «Заос совхоз» имени Ленина «Агрохолдинг Рота Агро». Родилась идея попробовать провести такую акцию, чтобы у нас дети нарисовали мелками на асфальте. То есть мы заранее подготовили, можно на стенде посмотреть, вот такие вот картиночки, по которым детки могут это все дело срисовать. Кто-то сам лично придумывает, что рисовать. Действие продолжалось более двух часов. За это время на асфальте появилось более 40 различных рисунков. Глядя на творения своих чат, в фестивале с удовольствием приняли участие и взрослые. Все без исключения художники в качестве поощрения получили сладкие награды. Планируется, что подобные красочные мероприятия будут проводиться на постоянной основе. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Максим Козлов. До встречи.